Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Два населенных пункта Югры получили несколько десятков миллионов рублей. Расскажем, сколько именно и за что. В Югре приняли бюджет на будущий год. Объясним, на что запланированы основные расходы. В Нижневартовской УКБ провели учения на случай аварии системы электроснабжения. Покажем, как это было. И обо всем подробнее прямо сейчас. Когалым и Рускинская получили дотации за победу в конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Решение об этом принято сегодня на заседании правительства Югры. Когалу ему выделено 75 миллионов. А сельское поселение Рускинская Сургутского района из федерального бюджета получит 10 миллионов рублей. По оценке директора окружного департамента финансов, заместительного губернатора Веры Дюдиной, такая форма стимулирования доказала свою эффективность, вызвав интерес муниципальных образований к участию во всероссийском конкурсе. В 2020-м в Югре будет добыто на 25 миллионов тонн нефти меньше, чем в прошлом году. Связано это прежде всего с падением спроса на нефть из-за мирового кризиса, вызванного пандемией, а также из-за ограничений по объемам добычи введенных ОПЕК. Перспективы нефтегазовой отрасли страны обсуждались на профильной конференции в Канты-Мансийске. Лишь часть спикеров находилась в окружной столице. Остальные принимали участие по видеосвязи. Несмотря на кризис, Югра остается одним из лидеров отрасли. 5% – доля округа в мировой нефтедобыче и 40% – всей российской нефти. Выйти на прежние показатели добычи в 225-230 миллионов тонн в год нефтяники рассчитывают к концу 2022 года. Важную роль в этом должны сыграть новые технологии добычи и разведки полезных ископаемых. Новые технологии иногда позволяют не просто увеличить кинг, а, что более важно, ввести в разработку запасы, которые вообще бы не разрабатывались без этих технологий. Особенно это относится к горизонтальному бурению с применением МГРП. Югорские депутаты утвердили проект бюджета на следующую трехлетку. Предполагается, что в 2021-м доходы окружной казны составят 224 миллиарда рублей. Основным источником пополнения регионального кошелька остается налог на прибыль и имущество организации, а также НДФЛ. Расходы тоже внушительные – 259 миллиардов. Больше 70% этой суммы пойдет на социальную сферу. Это здравоохранение, образование, демография, культура и спорт. Около 10% потратят на развитие отрасли экономики. Это 8 госпрограмм, в том числе современная транспортная система. Дефицит бюджета составит 35 миллиардов рублей. Также югорские парламентарии увеличили прожиточный минимум пенсионеров. В следующем году его размер составит 14 044 рубля. На его основе определят социальную доплату к пенсии. В Югре ее получают около полутора тысяч человек. В среднем это почти 3000 рублей. Закон вступает в силу с 1 января следующего года. Отмечу, что в целом по России прожиточный минимум пенсионера составляет 9,5 тысяч рублей. В Югре ограничили продажу спиртного в так называемых наливайках. Речь идет о магазинах, барах, которые располагаются на первых этажах многоквартирников. Закон приняли на заседание кружной думы. Теперь продавать горячительные напитки можно будет при условии, что в магазине есть зал для обслуживания посетителей. Его площадь должна быть не менее 50 квадратных метров. Кроме того, наливайки теперь не должны находиться вблизи спортивных и детских площадок. Стоит отметить, что у владельцев таких торговых точек еще есть время привести их в соответствие с новым законом. Закрывать магазины, которые не будут соблюдать новые правила, начнут с сентября 2022 года. На самом деле поступало и поступает очень много жалоб от жильцов, потому что в основном такие магазины-бары, как их в народе называют наливайки, они расположены в жилых домах. То есть они просто мешают жителям. Поэтому вот такой закон приняли. Кандинский гриб самый востребованный в России. Это озвучил директор производства дикоросов регион Каадары-Югры на онлайн-встрече с губернатором округа. Он поделился своим опытом с другими товаропроизводителями региона. Владелец предприятия подчеркнул, что его продукцию заказывают изо всех уголков России. Также растет число заказчиков из других стран. Югочанин планирует сотрудничать с компанией Казахстана, поставлять им продукции своей марки и запускать линейки через интернет-магазин. Что касается выхода на международный рынок, то для этого не хватает средств, нет склада для хранения продукции. Добавлюсь, сегодня на заседании правительства региона выбрали лучшие товары Югры в семи номинациях. Победители конкурса получат по 300 тысяч рублей. От геномного центра до билдинг-садов. В Югре вчера все внимание было приковано к посланию губернатора Югры Натальи Комаровой. Каждое направление как четкий вектор развития и наказ. Куда двигаться в следующем году? Сургут в послании звучал практически во всех направлениях. От здравоохранения до благоустройства городской среды и экологии. И неудивительно, ведь крупнейший город региона сегодня стал отправной точкой по множеству федеральных направлений. Власти города ориентиры развития выслушали внимательно. Подробнее в следующем сюжете. О создании в Сургуте научно-технологического центра губернатор Югры впервые сказала в беседе с главой государства. Владимир Путин этим летом идею поддержал. Это должен быть большой кампус, где аккумулированы разные отрасли. От нефтепереработки до геномных исследований. От науки до практической биоинформатики. Финансовая емкость проекта более 50 миллиардов рублей. Уже сейчас в Сургуте разработали научную карту масштабного проекта. Это касается подготовки земельных участков, строительства дорог, инженерной инфраструктуры, комфортной городской среды. Это все будет увязываться в слаженную работу вместе с правительством округа, фондом, который создан и непосредственно нас, как принимающих решения для того, чтобы это все было вовремя и в срок. Первый шаг к этому – строительство новых автомагистралей. В этом году Сургут получил долгожданную трассу от улицы Маяковского к пойме Саймы. Кроме этого уже сдан участок автодороги с запада города к поселку Белый Яр. Помимо внутренних артерий сейчас в Сургуте уже перешли к практической фазе освоения внешних дорог. Еще одного моста через Обь. Большая стройка начнется в следующем году, а закончится в 2024-м. Проект поддержал президент России Владимир Путин. Необходимо связывать наш регион и перспективные приорктические районы, Северно-Морской путь, построить почти 44 километра подъездных путей и сам мост. Выполнить проект качественно и в срок. А желательно, как заметил заместитель председателя правительства господин Хуснулин и раньше. Большая стройка в Сургуте развернулась и внутри города. В прошлые годы город стал первым, где смогли ликвидировать очередь для дошколят с трех лет. Сегодня места в детских садах есть и для детей от полутора лет. В 2021 году обещают открыть еще два билдинг-сада. Первостепенная задача для властей сегодня – перейти на односменный режим обучения школьников. По концессии сейчас в Сургуте строят 11 объектов образования. В их числе две школы и несколько быстровозводимых спортивных кортов. Это улица Университетская, улица Маяковского. И мы очень рады, что так, потому что мы первый раз попали в госпрограмму округа. И есть надежда за счет денег окружных в течение двух лет ближайших построить сразу шесть спортивных залов. А следующей весной в Сургуте откроют второй кванториум. Посещать его смогут дети из западной части города. Власти вышли из положения и смогли сэкономить. Детский технопарк возводят на уже имеющихся площадях. Инженерное образование теперь станет доступно для юных конструкторов из любых микрорайонов Сургута. Сегодня родитель вряд ли из данных микрорайона сможет привезти ребенка в центр города или в 25-й микрорайон, для того, чтобы на час, на два зайти на программы и получить обучение. Поэтому, конечно же, мы должны создавать максимум возможностей для детей из всего города. Несмотря на сложные условия, в Сургуте удалось сохранить и даже приумножить ряды малых и средних предпринимателей. Чтобы поддержать ИП, в городе еще весной расширили меры поддержки. На эти цели в первую половину года выделили около 80 миллионов рублей. За помощью обратилось почти тысяча предпринимателей. В четыре раза больше обычного. Им помогли компенсировать расходы на аренду, обучение, закупку оборудования и даже СИЗов. Теперь в мэрии разрабатывают способы помочь и самозанятым. Из почти 13 тысяч самозанятых в Югре, 4 тысячи – это сургутяне. Доступна субсидия на компенсацию части затрат по аренде помещений. Часть компенсации затрат связана с продвижением вашей продукции либо услуги. Также мы предлагаем субсидию, связанную с компенсацией затрат на оплату страховых взносов. То есть, основные и консалтинговые услуги. Этот год Наталья Комарова в своем послании неоднократно назвала годом вызовов и волевых решений. Следующий будет не менее амбициозным. Сургутянам предстоит принять новые школы, центр охраны материнства и детства, отремонтировать дворы, а еще увидеть новые транспортные развязки и микрорайоны. Ольга Придоха, Игорь Батищев, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. В Нижневартовске на этой неделе резко возросло количество пожаров. Горят дома и хозяйственные постройки в садово-огороднических товариществах. Так в соте надежда вспыхнул дачный домик. Огонь полностью охватил строение, обрушилась крыша. Пожарные боролись с пламенем 20 минут, но спасти дом не удалось. По предварительным данным, причиной возгорания стала старая электропроводка. В другом дачном поселке загорелась баня. На борьбу с огнем было брошено 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пожар ликвидировали за 9 минут. Огонь полностью уничтожил крышу бани и повредил стены. Жертв нет. Сегодня в соте досуг горел загон для животных. Владельцев в это время не было дома. В огне погибли домашние птицы и животные. Однако 14 овец пожарным удалось спасти из огня. Сейчас устанавливаются подробности происшествия. С начала года в Югре выявили 4 черных кредитора и одну организацию с признаками финансовой пирамиды. Материалы Банк России передал в правоохранительные органы. Так называемые черные кредиторы выдают займы, не имея на то разрешение Банка России. Нелегалы скрывают реальные ставки по займам, выдавая деньги под высокие проценты. Если клиент не возвращает долг вовремя, используют незаконные методы для возврата денег. Запугивают, угрожают и шантажируют клиентов. В целом по стране Банк России вывел более тысячи нелегальных организаций, в том числе почти 600 черных кредиторов, около 200 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Проверить законность деятельности финансовых организаций можно на сайте Банка России. В Югорске мошенник-ревизор обманул главного врача одной из больниц. Неизвестный позвонил женщине и представился госслужащим. Он заявил, что медучреждение ждет внеплановая проверка. Чтобы она прошла хорошо, нужно купить несколько подарков для комиссии. Преступник заверил, что деньги ей вернут. Он дал номер телефона магазина, где нужно заказать презенты. Как только югорчанка перевела деньги, 135 тысяч рублей, чиновник и курьер перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут подозреваемых. 211 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре. В лидеры вышел Ханты-Мансейск. Здесь 44 заболевших. В Сургуте 36, в Нягоне 24, в Нефтьюганском районе 21. Еще в 16 городах и районах 13 и менее новых случаев. На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 34 зафиксирована пневмония. У 10 человек коронавирус протекает без симптомов. За сутки на COVID-19 в Югре обследовали почти 7,5 тысяч человек. Всего с начала пандемии в округе сделали более миллиона тестов. Коэффициент распространения инфекции на 0,01 выше единицы. Состояние 155 пациентов тяжелое. 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Жители Коголыма получают бесплатные лекарства от коронавируса. Их на дом амбулаторно пациентам доставляют волонтеры и мобильные бригады. Добровольцы и фельдшеры уже развезли несколько десятков упаковок противовирусных препаратов. Получить медикаменты можно и в поликлинике. Это могут сделать, например, родственники заболевших. Напомню, для лечения нетяжелых форм коронавируса в поликлинике региона поступило около 200 тысяч упаковок различных лекарств. На закупку из окружного бюджета выделили больше 150 миллионов рублей. Еще 63 миллиона направили с федеральной казны. На сегодняшний день препараты постоянно пополняются. Препараты для лечения пневмонии имеются в наличии антибиотики, гормональные препараты. Все эти препараты таблетированы, адаптированы для применения на амбулаторно-поликлиническом уровне в домашних условиях. Инфекционный госпиталь в Нижневартовске подключили к резервному источнику электроснабжения. На территории медучреждения прошла тренировка энергетиков. По легенде, при проведении земляных работ была повреждена кабельная система. Дизель-генератор ОКБ неисправен. Нужен дополнительный источник питания. В госпитале проходит лечение пациенты с диагнозом COVID-19. 75 мест из 300 здесь оснащены аппаратами ЭВЛ. Работа учреждения полностью зависит от электричества. Если оно отключится, перестанут работать операционное и медицинское оборудование. Палаты останутся без отопления. Нижневартовское ОКБ – новый современный медицинский комплекс. На случай аварии здесь есть собственный дизель-генератор. Но и он может выйти из строя. Как быстро аварийная бригада сможет обеспечить врачей и пациентов электроэнергией, если это случится, расскажем в субботу в программе «Больше чем новости». Данный объект был выбран потому, что электропитание в период пандемии. Медицинские учреждения, которые осуществляют лечение больных COVID-19 на особом контроле, поэтому мы данные действия отрабатываем в первую очередь на таких объектах. Жителям Белоярского района выдают пульсоксиметры – это приборы для измерения уровня кислорода в крови. Их бесплатно получают югорчане старше 60 лет, которые заболели коронавирусом. Окружной департамент соцразвития передал муниципалитету 30 гаджетов. Еще 15 здесь закупили самостоятельно. Пациентам их будут выдавать на период болезни. Медики рекомендуют измерять уровень кислорода в крови 2-3 раза в день и при ухудшении состояния вызывать врача на дом. Нам приходят уведомления с Белоярской больницы, нуждающиеся. На сегодняшний день мы уже развесли 7 пульсоксиметров и ждем списков новых сегодня-завтра. Из медицинских отходов в топливную добавку. В Сургутской ОКБ ежедневно обеззараживают и перерабатывают полторы тонны опасного мусора. Делают это с помощью двух специальных установок. Оборудование измельчает инфицированные отходы до безопасной однородной массы. Утилизируют таким образом и целые системы для переливания крови и единичные скальпели. Хотя система и автоматизирована, на ней все равно работают специалисты – медицинские дезинфекторы. Отмечу, что полученную массу можно применить как топливную добавку. Безопасно вывозить обработанные отходы и на полигон. Там они полностью перегнивают. В Нижневартовске первоклассница после уроков самостоятельно ушла домой. Только проблема в том, что девочка живет с родителями в загородном дачном поселке. Оказалось, что учители, родители девочки не поняли друг друга в телефонном разговоре. В итоге ребенок один прошел несколько километров. До дома девочку доставила случайная попутка. Событие вызвало в городе большой резонанс. Стороны сейчас находятся в состоянии диалога. В гимназии уже приняли решительные меры. Теперь без специального пропуска покинуть учебное заведение нельзя. Есть лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением отдельных предметов, у которых зона ответственности весь город Нижневартовск. Соответственно, те школы, куда приходят и обучаются дети из разных районов города, они стараются максимально выстроить систему взаимодействия с родительской общественностью, чтобы создать безопасные и комфортные условия для наших учащихся. Все подробности этой истории в программе «Больше чем новости». Она выйдет в эфир завтра в 18.15. В Нягоне на площади появятся «Ледяное Антошка» и «Югорская Снегурочка». В этот раз зимний городок здесь посвятят нескольким памятным датам. Это 90-летие со дня образования округа и 75-летие союзмультфильма. Возводить скульптуры рабочие планируют в первых числах декабря. Для нягоньцев также соорудят несколько городков и лабиринтов. Также на площади построят ледяные фотозоны. Отмечу, в этом году традиционных народных гуляний и концертов в день открытия ледового городка в Нягоне не будет. Все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. На рассмотрение нам было предоставлено три эскизных проекта. Это был город Екатеринбург, Первоуральск и Перев. На наш взгляд оказался самым интересным проект из Перми. Он, в принципе, и будет у нас воплощен в этом году на территории. Ледовый городок у нас просто установлен как прогулочная зона для взрослых и детей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Какой будет округ через 90 лет, рассказали дети. Накануне завершился прием рисунков на конкурс «Расту в Югре». К акции присоединились почти 4000 человек. Так юные югорчане рисовали, каким они видят регион через 90 лет. Свои работы участники публиковали в Инстаграме с хэштегом «Расту в Югре», «Будущие Югры», «Югре 90». Теперь специальная комиссия определит победителей в пяти номинациях. Это работы, которые набрали большее количество лайков. Голосование пройдет с 30 ноября по 8 декабря в социальных сетях. Отмечу, каждый участник получит памятный приз. Югорские боксеры выступят на чемпионате России. Соревнования в личном зачете пройдут в Оренбурге. На этом турнире боксеры будут бороться не только за титул чемпиона страны, но и за путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в 2021 году в Токио. Окружная команда состоит из 17 человек. Ожидается, что на чемпионате выступят около 300 спортсменов. В прошлом году «Югра» заняла первое общекомандное место на таких же соревнованиях. Югорчанка вошла в топ-5 лучших фигуристок страны. Анна Ромасюк из Покачей успешно выступила на Кубке Алексея Мишина. Этот турнир спортсмены считают серьезным испытанием. Он проходил в Белгороде. За медали здесь боролись лучшие фигуристки страны. Югорчанка оставила позади 11 соперниц и теперь готовится к очередным стартам. Впереди новые всероссийские соревнования в Краснодарском крае. На юг страны отправится 5 воспитанниц школы фигурного катания Покачей. Я ехала туда. Первый раз у меня было такое ощущение, что я была полностью готова к соревнованиям. И была, в принципе, уверена в своем прокате. Но перед самым стартом я уже встала в начальную позу. И ноги уже начали трястись, начала переживать. Но вроде успокоилась после первого прыжка. И такого результата я, честно говоря, не ожидала. Это тот уровень, который очень сильный. И соревнуемся мы там с Москвой, с Питером, с Краснодарским краем. Там везде есть соревнования. Они проводят и муниципальные и так далее соревнования. То есть они как бы нарабатывают это. Следить за новостями телеканала Югра теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах его легко запомнить. А у меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова